Вот мы где-то через час пятнадцать горения, час двадцать начали разворашивать эту кучу прогоревших поленьев. И вот из-под горы поленьев вылезли три несгоревших полена бессовестных. Вот придется их заново дожигать. Повторяю, что камера немножко почему-то пламя темнее делает, хотя на самом деле оно поярче визуально. Ну, стекло... Пламя немного сейчас из-за этих вновь нашедшихся в топке поленьев несгоревших. Ну, видите, стекло чистое на фоне. Посмотри, что... Стекло раскаленное сейчас. Сотни градусов на стекле, наверное. Ну, видите, какое чистое. Все, горение. Температура очень высокая. В топке шамот прогорел, добела там, видите. Ну, давайте картинку поснимаем пламенного горения. Ну, мы не трогали ради чистоты эксперимента эту кучу поленьев. Так-то ее наличие кочережек всяких таких художественных никто не отменял. Можно эти угольки шевелить периодически, не забывая выполнять нехитрые требования при открытии больших каменных дверок. Это открыть шибер. Ну, может быть, закрыть подачу нижнего воздуха и очень плавно открывать дверцу. Тогда все будет нормально. Ну, сидим. Смотрим на огонь. Батарейка еще есть. На карте памяти место есть. Так что, будем продолжать съемки. Повторяю, что все это вот уже сколько? В час пятнадцать, в час двадцать идет интенсивное горение. То есть, на экономное горение мы не ставили. Ну, сгорают несколько поленьев. Вот это все, которое мы положили в самом начале. Несколько поленьев березовых, среднеколотых. Такого небольшого размера. Ну, вот они лежат, их братья. Такие поленья примерно положили. Добрый день. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...